Здравствуйте, уважаемые зрители! У вас в гостях программа «Звезды русского мира». Русская земля всегда была богата талантами. Она щедро одаривает нас знаменитыми писателями, художниками, музыкантами и поэтами. Теми людьми, которые своим духовным миром делают нашу жизнь ярче, светлее и богаче. Русские басы – особая страница в духовной жизни и в музыкальной культуре России. И сегодня мне очень приятно представить вам нашего гостя, выпускника Московской государственной консерватории, приглашенного солиста Большого театра, доктора филологических наук, певца Федора Тарасова. Федор Тарасов – оперный певец, бас, исполнитель русских песен и романсов, доктор филологических наук, специалист по творчеству Федора Михайловича Достоевского. Многие годы Федор Тарасов успешно и плодотворно совмещает свою любовь к классической русской вокальной школе и к русской литературе. В 1995 году Федор с отличием окончил филологический факультет МГУ, а после защиты кандидатской диссертации работал сотрудником Института мировой литературы Российской академии наук. С 2006 года член Союза писателей России. Федор много и увлеченно пел в церковном хоре Сретенского монастыря, участвовал в кругосветной гастрольной поездке, посвященной единению русской и зарубежной православных церквей. А в 2004 году поступил в Московскую государственную консерваторию, став еще во время учебы лауреатом первых премий множества международных конкурсов. После защиты докторской диссертации певец не бросил музыкальную стезю и был приглашен в 2012 году солистом Большого театра. Удивительная природная музыкальность, любовь к русскому слову, знания души русского человека делают творчество Федора Тарасова созвучным современности и вместе с тем глубоко связанным с истоками нашей истории и культуры. Федор, здравствуйте! Добрый день! Федор, первый вопрос, он необычный, потому что он исходит от вашей индивидуальности. Я знаю, что у вас удивительно в вашей биографии и счастливо соединилась любовь к музыке, любовь к русской литературе, любовь к живописи. Скажите, пожалуйста, что на ваш взгляд судьба человека? Это нечто предопределенное свыше или то, что человек сам создает в своей жизни? С одной стороны, если заглянуть в мою жизнь, можно увидеть, что родители, когда я и мой брат родились, у меня есть старший брат, они посадили по березке в честь нашего рождения. И вот у брата березка растет прямым стволом, а у меня березка в какой-то момент раздвоилась и пошло два ствола. Вы родились под Дмитровым, в небольшой деревне под Москвой. Это было начало 70-х годов, когда, казалось бы, все стремились в город. У вас получилась совершенно обратная ситуация. Ваш отец, замечательный филолог Борис Николаевич Тарасов, недавний ректор литературного института, действительно что-то предполагал, помещая вашу семью в деревню. Почему это произошло? Они хотели, чтобы мы родились и первые свои жизненные впечатления получили именно в деревне. Чтобы это был гармоничный мир природы, с одной стороны, и с другой стороны, это был мир искусства, потому что у нас, несмотря на наше деревенское житье, было фортепиано дома, была большая библиотека, были альбомы по искусству. Какой был круг чтения молодого будущего доктора филологических наук? Первая наша книга, я улыбаюсь, сейчас вы поймете почему, было большое богослужебное евангелие в кожаном переплете с замками, и первый мой опыт общения с книгой был таким, что я съел кожаную застежку. Корешок застежку. Федор, скажите, а что это за пластинка с трио уральских баянистов? Почему она вас так привлекла, или, может быть, я путаю не уральских, но какая-то была интересная у вас пластинка, и отсюда возник ваш интерес к баяну? Да, так сложилось в моей жизни, что мне по наследству, почему-то мнение моему брату, достался баян от моего отца, а ему от его дяди, который был баянистом. Видимо, брата не очень тянуло к баяну, а меня тянуло буквально лет с трех, наверное, когда я еще не мог держать его на коленях, я ставил его на кровать, становился перед ним, начал тянуть меха, извлекать какие-то звуки, прислушиваться к звучанию баяна. И потом появилась у нас эта пластинка, которую я заслушал до дыр. К сожалению, после многочисленных переездов она затерялась, к моему глубокому сожалению. Но впечатление было заронено в мою душу, и я пошел учиться в музыкальную школу, стал учиться играть на баяне, я закончил музыкальную школу по классу баяна. И это, видимо, заронило те зерна, которые потом зашли уже на вокальной ниве. А потом возник интерес к живописи. Что-то во мне проснулось, я сначала рисовал дома, я даже ставил какие-то натюрморты, и пытался дома срисовывать их, да. А потом, в общем, когда родители увидели, что желание это мое достаточно твердое и сильное, они отдали меня в изо-студию, и я два года занимался в изо-студии, и были даже у меня помыслы поступить в художественное училище, и пойти по этой стезе, но в тот момент я открыл для себя творчество Федора Михайловича Достоевского, будучи подростком, и все, и дальше произошел следующий поворот в моей судьбе. Увлекло меня прежде всего вот этим стремлением увидеть глубины души человеческой, открытие в человеке человека, внутреннего человека. И это повлияло на мой выбор, в конце концов, когда я заканчивал школу и решил поступать на филологический факультет. Федор, скажите, а вот интерес к Достоевскому уже не читательский, а интерес филологически-научный, он тоже появился в это же примерно время? Видимо, да, потому что когда на втором, если не ошибаюсь, курсе филологического факультета стал вопрос о выборе специализации и направлении темы моих таких ранних научных исследований студенческих, то у меня не было уже никаких сомнений. И почти с самого начала было понятно, что узкая тема моя в творчестве Достоевского будет исследование роли евангельских текстов в творчестве Достоевского. К этой теме мы еще вернемся, а сейчас давайте все-таки обратимся к музыке. Параллельно с вашим поступлением в МГУ вы начали петь в церковном хоре. Это очень интересно и необычно, и, смею думать, полезно для певца. Вопрос следующий. А что легче в итоге? Петь соло или петь в церковном хоре? Для меня вначале интерес был именно к хоровому пению, к хоровому искусству. И к церковному как таковому. Видимо, это еще был период моего такого сознательного церковления, хотя мы с братом были воспитаны в христианском духе с самого рождения, но вот такая серьезная, самостоятельная церковность, осознанная, да, она именно в тот период появилась, когда я поступил на филологический факультет, стал студентом. И, естественно, посещая богослужения, я слышал разные варианты церковного пения, и меня поразило и породило сильнейшую тягу именно церковное пение. И желание петь в церковном хоре было настолько непреодолимым, что я начал искать какие-то пути, чтобы попасть на клирос и как-то быть причастным к этому. Надо сказать, что параллельно уже я интересовался вокалом и пытался найти какого-то педагога, чтобы понять вообще, что во мне происходит. Я нашел педагога, бывшего солиста Большого театра, замечательного баритона Вячеслава Ивановича Романовского. Я стал заниматься частными уроками, и регент собора в Дмитриеве прослышал об этом. А поскольку басы всегда в дефиците... В цене большой. В цене, да. То меня позвали стать учеником и уже присоединиться к церковному хору в Дмитриевском соборе, что я сделал с удовольствием. И началась моя жизнь на клиросе. И постепенно я стал приобщаться и не просто к певческой культуре, к церковной традиции, а к музыке как таковой. Во мне пробудился интерес и к светскому хоровому пению, дальше и к сольному пению, потому что очень быстро стало понятно, что голос позволяет стать солистом. И мой педагог первый, Романовский, он сказал, что ты подумай серьезно о смене профессии. Потом уже осознавая, как-то осмысляя свой певческий путь, я подумал, что я стал причастным древней очень традиции не только в России, но и в Европе, когда музыканты вырастали из церковной, из богослужебной среды. Сначала они принимали участие в богослужении, либо как певцы, либо как, скажем, если в католической традиции они могли быть и органистами, и певцами, и композиторами. А потом постепенно становились музыкантами, как таковыми профессионалами, если можно выразиться. То есть вот такой естественный рост, без форсирования, абсолютно такой естественный. Вот это к вопросу о судьбе. Действительно, опять складываются какие-то вещи. Я знаю, что ваш большой друг, художник, выпускник Глазуновской академии Филипп Москвитин предложил, тайно договорившись за вашей спиной, предложил вам первый концерт, предложил такую авантюру. Федор, вопроса два. Любите ли вы авантюры по сей день в вашей творческой профессии? И как прошла вот эта знаменательная история благодаря вашему другу? Ответ однозначный – да. Я очень люблю авантюры, эксперименты, их в жизни певца происходит очень много. Не знаю, хорошо это или плохо, но я за это люблю свою профессию. А вот тот концерт первый, что это было и что вы на нем исполнили? Филипп Москвитин, мой друг-художник, как правильно сказали, он договорился с Славянским центром письменности и культуры и организовал мой первый концерт, который состоял из русских романсов. То есть можно сказать, Федор, что романс органично вошел сразу же в ваше певческое сознание, певческое пространство. И я знаю, просто посещая ваши концерты, что и сегодня вы очень часто включаете романсы в свои программы. Давайте послушаем один из романсов в вашем исполнении. Давайте. Звезда надежды, благодатная, Звезда моих минувших дней, Ты будешь вечно незаконная, В душе тостующей моей Ты будешь вечно незаконная, В душе тостующей моей Возвращаемся к научной деятельности. 98-й год, успешное окончание МГУ и подготовка, и уже, простите, нет, защита, да, защита кандидатской диссертации, евангельский текст в произведениях Достоевского. А 2004-й год, это поступление в консерваторию в класс Петра Ильича Скусниченко. Как происходило это поступление? Ведь это тоже было, наверное, для вас необычно. Вам на тот период было 29 лет, почти 30, да? И я не думаю, что вы себя ощущали вот таким вот студентом. Скорее, немножко что-то от Петя Трофимова дойдет. Вечный студент. И как вообще вы смотрели на всю эту перспективу? Как вообще вам ощущалось это ваше поступление? И, конечно, интересный вопрос, что вы пели на поступление? Психологически было, конечно, непросто, поскольку академическая научная карьера развивалась очень гладко и очень быстро, если можно так выразиться. Дальше открывалась, конечно, хорошая перспектива, но голос перетягивало, я это чувствовал, и нутром ее тянулось именно к пению. Я должен был спеть арию Зарастра из оперы Моцарта «Волшебная флейта». Номини-трубосовую арию, да. Леготиссимо с низкими нотами. И мы занимались, взяли класс в консерватории, распевались, вылавливали последних блоков, чтобы выйти на сцену уже в полном вооружении, что я чуть не пропустил свой выход на сцену. А декан Петр Ильич Кусниченко, которому я потом поступил в класс, предупреждал, что если вы опоздали, то какого бы уровня певцом вы ни были, хоть самим Шаляпином, вы не допускайтесь дальше. И я рванул по этим гигантским пролетам наверх, а было лето, жара. Быстро сунул ноты концертмейстеру, которая пулей вылетела на сцену, чтобы дать понять комиссии, что все нормально. И дальше я на ходу накинул пиджак, весь в мыле, в поту выскакивая на сцену и жду, когда мое дыхание нормализуется, чтобы петь эти длинные фразы. И экстремально низкие ноты. И экстремально низкие ноты. И я понимаю, что уже ситуация напряженная, какая-то некрасивая, что надо начинать петь. Я отдаю знать своему концертмейсту, что начинаете играть. Дальше все было как в тумане, потому что моя задача была допеть каждую фразу не задохнуться. И началось очередное воплощение вашей мечты. То есть уже обучение в консерватории, в профессиональном музыкальном заведении. Я знаю, что у вас был еще один профессор, с кем вы поддерживали долгие отношения. Это профессор Морозов. Автор очень интересной книги «Теория и методика резонансного пения». Вы, как человек науки, тоже этот вопрос изучали. Мой вопрос, Федор, следующий. А почему сегодня басы все-таки исчезают немного с оперной сцены? Это довольно большая редкость. И тем не менее, басы очень сохраняются в России. У нас достаточно всегда было много людей, не говорю уже, наверное, для малоизвестных для наших телезрителей, о басах-октавистах. Люди, которые поют ноты в контр-октаве. Си, ля и так далее. Почему это так? Почему такой большой спрос на басов? И почему басы именно в России так популярны и их столь много? Есть ли у вас на этот вопрос? Да, у меня есть гипотеза. Но почему они востребованы? Потому что их мало, и, соответственно, они везде нужны, чтобы во всех театрах басовые партии были озвучены на достойном уровне. А почему их больше в России? Тут есть у меня предположение, что, с одной стороны, это может быть влияние климата, влияние просторов, этого каема широкого. Все-таки, мне кажется, здесь есть прямая связь с физиологией природы человека, которая рождается на этой земле. Абсолютно с вами согласен. Просто можно вспомнить эту знаменитую гипотезу Георгия Гачева. Космо психо логос. Да. Вот это пространство, которое формирует национальные образы мира и национальные характеры. А почему их становится меньше в современности? Это, мне кажется, условно говоря, визгливый фон нашей жизни. Поскольку голос очень сильно завязан со слухом. И слуховые впечатления, которые люди получают с детства, они, мне кажется, тоже формируют тембр голоса. 2010 год. Страшная жара в Москве, жаркое лето и жаркое для вас. В прямом и переносном смысле вы заканчиваете консерваторию и прослушиваетесь в Большой театр. Все это достаточно успешно. Я знаю, что вы через несколько лет становитесь приглашенным солистом Большого театра. Но меня поражает другое. В 2011 году вы защищаете докторскую диссертацию о евангельском тексте уже не только у Достоевского, но и Пушкина. То есть вас филология все равно не оставляет. И в этой связи у меня, Федор, вот такой вопрос. Знаю, что монография ваша о Достоевском и Пушкине, о вот этом евангельском тексте, вышла в Германии. И вышла довольно большим тиражом. Тут у меня уже вопрос, как у филолога-зарубежника, к филологу-русисту. А откуда, с вашей точки зрения, в Германии именно такой интерес к Достоевскому? Возможно, конечно, они ищут ответы на вопрос, что есть русский мир и русская душа, поскольку исторически, несмотря на трагические страницы в взаимоотношениях наших народов, всем известны, есть масса каких-то близких вещей. Но мне кажется, что в Германии есть некий перекос все-таки в интересе к Достоевскому, перекос в сторону его исследования идеи сверхчеловека и идеи перехождения человека за границы нравственного закона. Вот эти сверхчеловеческие эксперименты немножко искажают суть Достоевского, поскольку у Достоевского есть серьезный противовес. Он исследует не только, даже не столько проблемы сверхчеловека, а сколько проблемы преображения греховного человеческого существа. Конечно, безусловно. И есть некий прямолинейный путь развития человеческого эго до сверхчеловеческого, который заканчивается трагедией и обрушением человеческой природы, катастрофой. И есть путь преображения, который является, вот как мы в начале беседы говорили, неким соработничеством с Богом. Плюс, конечно же, саморефлексии покаяния. Абсолютно такие вот русские черты, черты русского человека. Мы можем сказать, что покаяние это вообще как бы лейтмотив во многих произведениях. Безусловно, поскольку покаяние это есть ворота, через которые человек может прийти к преображению своего существа. А кого бы из героев Достоевского вы бы хотели сыграть? Первое, что бы я попробовал сделать, это сыграть Алешу Карамазова. Потому что это мне близко по разным моментам. С одной стороны, это церковная традиция, с которой я знаком не понаслышке. С другой стороны, это близость самого характера Алеши. С другой стороны, может быть, я бы попробовал Рогожина. Вернемся к вашей песенной, я не очень люблю слово карьеру, к вашему песенному пути. Что это за уникальная история, которую вы сделали в Фейсбуке в прошлом году? Что это за песенный марафон, где каждый день появлялась новая песня? Вы вообще такой достаточно сетевой человек. Что это была за авантюра очередная? Да, все спрашивают об этом. В какой-то момент я решил сделать себе вызов. вызов и проверку, как я сформулировал для себя, немножко математическим языком, теории малых величин. Суть в том, что как повлияет на ход моей жизни, и профессиональный, и личный, то, что если я каждый день буду сделать что-то маленькое, но то, что не входит в мой обычный распорядок дня, я решил, что это маленькая может быть песня, которую я спою, запишу на видео и выложу в сеть. Каждый день это должна быть новая песня. То есть всего 365 песен каждый день по песне. И это поначалу достаточно легко, но когда проходит энное количество дней, когда там уже 200-е или 300-е дни, когда тебе нужно из глубин склероза доставать то, что ты еще не спел, или вспомнить какую-то песню, которую ты давно не пел, ее записать в течение дня, когда у тебя напряженно день, тебе нужно сделать то-то, то-то, и найти время, чтобы записать эту песню и как-то ее поместить в контекст своей жизни, чтобы это не просто была песня, чтобы она была обрамлена жизненным контекстом, чтобы это было интересно. Вот я решил сделать для себя такой вызов. Фантастика. И марафон удался. Он закончился совсем недавно. Он на днях закончился, и финиш марафона был приврочен к моему дню рождения, к 15-летию моей творческой деятельности. И, собственно говоря, произошел он в знаковом месте в музее-усадьбе Федора Ивановича Шаляпина, моего великого тезки. На Новинском бульваре. На Новинском бульваре. И был он в форме сольного концерта. В этом марафоне звучит довольно много казачьих песен. Знаю ваш особый и давний интерес к казачьим песням. Предлагаю нашим зрителям послушать небольшой фрагмент казачьей песни в вашем исполнении. Давайте послушаем. Я только верной пули жду Что усмирит печаль маю И что сечет нашу вражду Что усмирит печаль маю И пресечет нашу вражду Когда мы будем на войне И когда мы будем на войне, навстречу полям паричу, на воронном своем коне. Федор, что касается ваших вокальных предпочтений, знаю, что вы любите и часто исполняете песни советской классики, советские эстрадные песни. Что наиболее вам близко и что вам видится знаковым в этом репертуаре? Да, я очень люблю разнообразие в репертуаре и, скажем, репертуар Муслима Магомаева мне близок по темпераменту и по вокальной технике. Есть даже целые сольные программы, которые составлены только из советской классической эстрады. Потому что само это явление советской эстрады интересно тем, что в годы, когда, скажем, была официально запрещена религия, когда насаждалось атеистическое мировоззрение, песни, даже чисто советские песни, они в своем содержании сохраняли дух настоящей любви, дух бессмертия человека, даже какую-то религиозность. А где сегодня, в 21 веке, искать вот ту самую русскую идею? Ведь поиск идет уже достаточно долго. Знает ли Федор Тарасов, человек, занимающийся Достоевским, поющий, и вы по сей день поете, я знаю, в церковных хорах, где скрыта эта столь необходимая сегодня национальная идея? Как ее, ну если не найти, то хотя бы увидеть этот отблеск этой идеи? Искать ее надо, конечно, в человеке. Главное богатство нашей страны – это не сырье, не природные ресурсы, это человек. И, конечно, это, я думаю, идея преображения человека. Главная задача в поиске нашей идеи – это концентрирование внимания человека на всех возвышающих его природу вещах, на благородстве, на преображении. Огромное спасибо вам, Федор, что вы нашли время прийти к нам в русский мир. Я от всей души желаю вам успеха, тоже таких непрекращающихся поисков во всех сферах жизни, с которыми вы связаны. А нашим зрителям я должен сказать, что огромная радость, когда мы сталкиваемся с человеком, с гостем в студии, у которого возникает вот эта цельность человеческой личности. Я желаю всем вам тоже сохранять эту цельность и единство, гармонии творческой личности, творческого начала в себе. И прощаюсь, до новой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok